Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! В эти дни все мы пытаемся осознать, что же происходит у нас в Америке, что творится на кампусах американских университетов. Что чувствуют преподаватели и студенты? Вот один преподаватель, мой друг, профессор Нью-Йоркского университета позвонил мне сегодня и сказал, я должен идти читать лекцию и я просто боюсь туда идти. И у него, кстати, есть все основания для страха, потому что те из нас, кто видели даже короткие видео этих протестов, ощутили ту ярость, ту агрессивность и то насилие, которое существует на этих демонстрациях. Когда одна журналистка Fox News услышала лозунги в поддержку Хамаса, то она спросила у одной протестующей, вы поддерживаете Хамас? И та отвечает ей, да. А вы знаете, что террористы Хамаса совершили резню 7 октября и убивали женщин и детей, убив в общей сложности более 1200 человек? Я в это не верю, отрезало протестующее. И это несмотря на то, что сами террористы в прямом эфире показывали те зверства, которые они совершали. Как же можно в это не верить, спросите вы? И тут я вспомнил Юрия Безмянова, бывшего сотрудника Комитета государственной безопасности, который перешел на сторону Запада и в 1984 году записал уникальное интервью, в котором рассказал о долгосрочных планах психологической войны во имя деморализации американского общества. Полезные идиоты и агенты влияния должны были промывать американцам мозги левой радикальной идеологии до тех пор, пока те перестанут воспринимать реальность. И даже если вы им расскажете о лагерях ГУЛАГа, даже если покажете фотографии или поделитесь свидетельствами очевидцев, они будут отказываться в это верить. Вы даже привезете их в Россию, покажете лагеря, они не поверят до тех пор, пока не окажутся там и не получат там пинка под зад, сказал Юрий Безмянов. А знаете ли вы о том, друзья, что на этих протестах протестующие не только носятся с палестинскими, но и с советскими красными флагами, серпом и молотом. Этот удивительный союз левых радикальных марксистов с исламскими фундаменталистами, которых объединяет лишь только ненависть к Израилю, заставляет меня вспомнить о книге «Дезинформация», которую написал генерал-лейтенант римынской разведки, который пришел на сторону запада, Йона Пачепа. «Сегодняшний международный терроризм был сконструирован на Лубянке», пишет Пачепа. «Генерал Александр Сахаровский, создавший структуру румынской коммунистической разведки, а затем возглавил всю внешнюю разведку Советской России, часто внушал мне. В современном мире, когда ядерное оружие сделало использование военной силы устаревшим методом, терроризм должен стать нашим основным оружием. Захват самолетов – это мое личное изобретение». Глава КГБ Юрий Андропов говорил мне, пишет Пачепа, что мы должны насаждать в исламском мире ненависть к евреям, чтобы превратить это эмоциональное оружие в террористическую бойню против Израиля и его основного союзника – Америку. По свидетельствам Пачепи, тысячи агентов влияния распространяли антисемитские взгляды, в частности, печатали протоколы сионских мудрецов в исламских странах для того, чтобы разжигать ненависть к евреям и Израилю. Действительно повлияли ли усилия советской разведки по внедрению агентов влияния марксистов в американские университеты, или это хорошо скоординируемые и финансируемые усилия с сегодняшнего дня? Во всяком случае, все громче слышится призывы политиков расследовать, кто же финансирует антиизраильскую деятельность в Америке сегодня, и кто бы не финансировал ее сегодня. Преподавателям и студентам и евреям на кампусах сегодня очень тяжело, потому особенно важно, что в этой тьме ненависти находятся островки света и добра. И одним из таких островков является Гилель Барух Калледжа, которого возглавляет русскоговорящий еврей Илья Братман, который, на мой взгляд, является источником света. И потому пусть Илья и его друзья, еврейские студенты и преподаватели вузов не отчаиваются, ибо даже немного света рассеивает много тьмы. Илья Братман, я приветствую тебя, Илья. Спасибо большое, Рабкоцын. Рад вас видеть. Что происходит сегодня на кампусах? Даже трудно объяснить и понять, что это происходит сегодня на кампусах. У нас везде, особенно в Нью-Йорке, но по всему Америке, даже, может быть, в Канаде, что оккупируются наши кампусы, наши здания, наши места, где студенты просто общаются, их пытаются закончить семестр. Так у нас скоро заканчивается теоретический семестр. Люди хотят к экзаменам двигаться и, может быть, даже к заканчиванию колледжа. То есть мы хотим, наоборот, праздновать их, чего они достигли. Но сейчас очень трудно у нас на кампусах, потому что наши друзья или наши сотрудники, наши другие студенты, которые там находятся, и профессора, и какие-то непонятные другие люди, они сейчас на кампусах наших, что они делают? Во-первых, они пришли в разное, это началось как бы теоретически с Колумбии, но это вообще-то начиналось очень давно, мы всегда это предсказывали с вами вместе. Но в Колумбии они как бы забрали место, и они сделали там такой большой лагерь, да, они поставили свои палатки и все остальное. И от этого чуть-чуть пошло в другие места. У нас вот есть такой колледж New School в Манхэттене, где этот, как они сейчас называются, encampment, это то есть такое вот поселение такое вот, сделанное из палаток. Это происходит внутри колледжа, не на улице, то есть они забрали как бы место, где студенты все проходят, и поставили там палатки, и сделали такое encampment, такое поселение свое, и там прям живут ночами. И такое же сейчас происходит в City College, они сделали прям storm, они штормировали FIT, это Fashion Institute of Technology, это SUNY, State University of New York, тоже в Манхэттене, где студенты и разные другие люди вбежали агрессивно с агрессией в это здание, которое здание называется смешным именем Goodman Center. Конечно, какой-то хороший человек им дал деньги, чтобы назвать это Goodman Center, и эти люди вошли туда и сейчас оккупировали это здание, и кричат там Antifada и Free Free Palestine, и если вы смотрите это видео, это страшное видео, потому что эти люди, которые работают там, как бы охрана этого здания, не смогли ничего сделать. Они пытаются их остановить, пытаются там драться с ними, но не могут, люди вбегают, отталкивают их, и теперь забирают это здание, и все, теперь они не знают, что делать, сейчас вот в этом здании находится 200 человек, которые будет очень трудно вывезти. И сейчас полиция находится в New School, City College, Pace University, FIT, Columbia, Harvard, Yale и по всему, по всей Америке, где теперь у них выбор такой, что делать с этими людьми. Или мы физически их арестовываем всех, потому что они, конечно, делают что-то неправильное, по всем правилам колледжа и все остальное их нужно убирать оттуда. Но они боятся, потому что убирать, что с ними делать, это будет столкновение, надо будет их хватать, это ужасно. Плюс 100 человек было арестовано в Колумбии, ведь их отпустили, и они вернулись в то же место и поставили новый палат. Так что это не работает, это не помогает, то есть наоборот, это и этим людям говорит, ура, мы арестованы, это мы победили, вы меня арестовали, какой я победитель, какой я красавец, что я вот так вот борюсь. И это теперь они везде будут писать, это вот медаль, я был арестован за Палестину. В любом случае, как мы с вами, рабы-котцем, все время говорим, Бог смеется. Так, это ирония судьбы или с легким паром? Потому что очень смешно, вот мы с вами говорили, что в Pace University сегодня там большой-большой как бы протест, то же самое, кричат. И кто эти люди? Это, они называют себя the Pace Communist Party. Communist Party. Они ходят там с флагами не Палестины, а Советского Союза. Сербы молод. Кто эти люди, которые это кричат? Это есть какие-то, какая-то часть людей, это мусульман, очень маленькая часть палестинцев, их вообще, я не встречал ни одного человека, который бы сказал бы, что я, мои родители из Ромавы, таких людей не знаю. За все мои годы я не встречал ни таких людей вообще. Есть люди, которые там из Ливана, из откуда-то там, из Иордана, из разных других стран, Бангладеша, Пакистана, есть разные люди. Но большинство людей как раз, которые, вот я могу послать видео Space University, вы там не сможете увидеть ни одного человека, который вам бы показался, что он вообще из Middle East. Кто это люди и почему они в это входят? Это такое происходит много лет. Это в 60-м году какие-то люди стояли и кричали про что-то. Люди кричали вот в 2008 году и оккупировали там парк в Даунтауне, в Уолл-стрит, про что-то кричали. Это те же люди. Два года назад эти те же люди ходили в Black Lives Matter. Маб Менталити мы называем это по-русски. Люди пытаются быть частью чего-то, какого-то движения. Когда был Black Lives Matter два года назад, люди говорили, подними руку, кулак вверх, а то ты не с нами. А если ты не поднимаешь, ты не только не с нами, ты наш враг. И люди говорили, ой, я с вами, я с вами. Люди очумевали от этого. Тут то же самое теперь. Или ты с угнетенным, или ты угнетатель. Если ты человек мусульманин. И ты нормальный человек, тебе ничего не надо, ты хочешь взять тест завтра, думаешь, ой, тест. Те подходят, говорят, ну, ты с нами, да? У меня тест. Какой ты с нами? Ты мусульманин, ты не с нами? Я не хочу, мне очень трудно, у меня тест. Оставь меня на покое. Нет, ты с нами. А ты что, с ними? Угнетатели, которые убивают детей, изнасилуют женщин, твоих женщин, твою маму изнасилуют? Ну, конечно, я с вами, я с вами. И у них нет выбора. То есть их ставят в такую позицию, что нет выбора. И то же самое с людьми другими. То есть их говорят, или ты с нами, или ты против нас. И сейчас это, что это с нами значит? Сейчас они это увеличили. NYPD. Это не с нами. ROTC. Они хотят выгнать. ROTC. Это офицерская школа. А что вот студенты хотят стать в армии офицерами? Есть такая часть в City College. Хотят выгнать это. Любые студенты, которые каким-то образом соединены с Израилем. Или там как-то кто-то откуда-то, или служили, или как-то не служили. Каким-то образом. То есть любой еврейский человек, который как-то соединен с Израилем, должен уйти. Любой человек, который учился в Израиле. Любой профессор, который как-то соединен с Израилем. Программа у нас есть в New School, где из Тель-Авива. Это мальчики сладкие, которые играют в джаз. Они, там 30 людей учатся в джаз, там что-то еще. И они приехали из Тель-Авива, там есть School of Jazz. И в New School они сделали такое совместное, такое партнершип, да, то есть дружество, содружество. Теперь хотят их выгнать. И не только выгнать из college, а выгнать из страны. Так вот представьте, что мы думаем. Сейчас думаем, 39-й год, 35-й год, не знаю. Когда студентов из college выгоняли, потому что они были евреями и профессоров. Это уже предлагается агрессивно сегодня в этих college. Это связано с какой-то силой извне, это насаждается из-за границы в Америке на протяжении уже многих лет. И поскольку университеты принимают какие-то гранты, они относятся к этому, так сказать, с терпением. Или же это что-то внутреннее? Есть какие-то моменты, мы находим, что, во-первых, эти все группы, особенно вот это вот Students of Justice of Palestine, for Palestine, SJP, и всех их как бы группы, которые соединены к этому. И самые главные группы, которые этим как-то влияют на них, это Within Alive, там, вот эти все группы. Это террористические, как мы называем, Domestic Terrorist Organizations, DTOs. Просто это организации, которые здесь, террористические организации, 100%. И да, там мы можем очень легко найти, что деньги приходят, откуда, это понятно. Но, и это да, нужно это останавливать. Я должен сейчас заходить и забирать, и арестовывать этих людей, потому что они террористы. Это все, это спокойно, легко, это понятно. То эти студенты, которые оккупируют эти здания, которые кричат, которые обзывают, которые каким-то образом пытаются выгнать и убрать студентов израильских и всех остальных из колледжей, они это делают не из-за того, что Катар платит им за это или кому-то, а из-за того, что идеология у них очень уже давно полностью внутри соединена со всем. Это прям как бы они этим живут. И как это произошло, это много лет, это была вот эта очень правильная и очень такая... Они знали, что они делали, вот эти вот пиарщики, которые этим занимались, которые вошли агрессивно и правильно в мозги этим людям и промыли их полностью, что у них там ничего не осталось, а только это все впитано полностью в каждую точку и дырочку в этих мозгах. Что я бы сделал, если бы я был президентом этих колледжей, так? Во-первых, я бы это делал, как люди делают во Флориде или других колледжах. Они же не идут в класс, они ничего не делают. Если я профессор этого студента, я говорю, что ты не приходишь за последние две недели? А я там кричу на улице. Ну, отлично, пожалуйста, кричи сколько угодно. А не, ну я же борюсь за свободу народа. Молодец, отлично, я очень рад. Я же там живу в палатке на улице. Ой, какой ты красавец, это просто замечательно. Молодец, я очень тебя уважаю. Но ты же как-то не пришел в класс, а где твое там сочинение? Ну я же тут свободу угнетатели. Отлично, молодец. Ну придется тебе получить от меня двоечку. Ты понимаешь, это я что, я не могу помочь тебе, красавец. Потому что ты там кричишь, и я тебе даю за это пятерочку. Кричание было на уровне чемпиона. Но сочинения нет. И все. Я сейчас, как профессор, я буду так вести себя со всеми моими студентами. Делайте домашнюю работу и сдавайте экзамен. Не пришел двойка, все понятно. Поэтому я бы сейчас, все эти профессоры нормальные, я бы всех просто провалил. Но я вам скажу, что самое страшное. Профессора стоят с ними и спят в палатке. Профессора говорят, студенты, пойдем вместе сегодня. Профессора говорят, я вам дам экстра кредит, чтобы вы пошли со мной вместе в палатку. Вот это самое страшное. И администрация как это подносится? Администрация ничего не могла делать. Потому что у них, опять же, им очень трудно. Так же, как очень трудно мусульманскому студенту, которому говорят, ты с угнетателями и с угнетенными. Президент колледжа ему говорят, ну что ты будешь делать? Ты меня будешь арестовать? Арестовуй. Пожалуйста. Я буду очень рад. Для меня это как медаль. Я буду рад. Пожалуйста, арестовывай меня. Я вернусь через пару часов. Я буду героем этой палатки. Скажи мне, пожалуйста, а студенты чувствуют себя в безопасности все-таки? Это только как бы разговоры или они действительно чувствуют себя в опасности? Очень в опасности. Было уже много, вы знаете, про все эти истории, наверное, что там въела одна девочка, вы тукнули в глаз, флагом она пошла, потом было много уже, ну, наверное, десятки было столкновений стоящих, где было уже все по полиции, больницы и все остальное. И это только увеличится. Потому что нету, как бы невозможно, чтобы этого не увеличилось. Потому что эти люди, они возбуждаются от своих вот этих вот поделок. И они хотят дальше, что дальше делать? Ничего не движется. Я кричу, я кричу. Окей. Никто не будет делать для них, что они хотят. Они даже не знают, что они хотят. То есть нету какой-то цели, что они чего-то добились, да? То есть они кричат, кричат, кричат. Потом скучно уже кричать. Правильно? Сколько можно кричать? Они кричат, кричат. Потом или устаешь от кричания и уходишь, или дальше движешься. А дальше только можно драться. То есть тут я читал про стадии протестов. Если любой человек изучает протесты, там, в 62-х годах или 2008-х, как начинается? Первое начинание – это люди кричат. Где-то пишут на онлайн, пишут. Второе стадия – это приходишь на улицу кричать и где-то с флагом ходишь. Третье – пытаешься оккупировать какое-то место, потому что уже скучно просто ходить кричать. Хочется, по правде, поставить свой флаг где-то и сказать «я не ухожу». Четвертое – это иметь какие-то, что мы хотим, чего мы хотим добиться. То есть они пишут списки каких-то чушек, какое-то надо, чего они хотят добиться. Пятое – это столкновение с другими людьми. Сначала начинается с полиции, public safety, с такими людьми. Пятое – это уже столкновение с людьми, против которых ты пытаешься что-то делать. В нашей истории это Израиль, еврей или какой-то другой человек, который каким-то образом соединён к этому делу. То есть они проходят все эти стадии сейчас. Они уже дошли, они поставили флаг. Следующая стадия – это столкновение с полицией. Знаешь, один профессор Колумбийского университета, еврей-израильтянец, который хотел войти, его не допустили в кампус и сказали, что не могут обеспечить его безопасность. И он тогда заявил и поделился на социал-мидиа этим постом, что он чувствует, что это Германия 1937 года. То есть то, что происходит, меня евреи не допускают на кампус, в котором я преподаю науку. Я профессор, меня не пускают на кампус. И студенты Колумбийского университета, их тоже родин Колумбийского университета, сделал заявление и сказал, что сегодня он не рекомендует никому оставаться на кампусе, потому что это небезопасно. И вот когда я беру вот эти две мысли о том, что и преподаватели, и студенты не чувствуют себя в безопасности, то это мне напомнило, что когда-то я повёл учеников нашей школы Science Academy в Battery Tunnel, там у нас есть еврейский музей, по-моему, Холокост, Талеренс, да. И там была женщина, которая, сама Холокост-Сурвайва, она рассказала потрясающую историю. Она рассказала о том, как она была из Франкфурта на Майн. И в какой-то момент она была ребёнком, училась в школе, и вдруг их выгнали, всех еврейских детей из школы, выгнали всех еврейских преподавателей из школ. И по указанию немецкого правительства фашистского им сказали организовывать свои еврейские школы в синагогах. Вот это парадокс, думали мы, и говорила она. Она не ходила в еврейскую школу, не ходила в синагогу. По указанию нацистского правительства, еврейские учителя и дети оказались вдруг там. У меня вопрос. Может быть, еврейская община Америки находится в состоянии такой скорой ассимиляции, что это будет каким-то толчком? Может быть, это будет толчок в смысле того, о чём мы говорили в самом начале, когда началась война 6 октября, то есть 7 октября, что многие студенты потянулись к еврейским клубам, потянулись в Елель и начали заниматься. Как ты осмысливаешь происходящее сегодня? Это да, это точно, что у нас, слава богу, больше студентов включается, участвует. С октября 7 очень много, конечно, студентов возвращается и как-то участвует. И мы знаем, что вот на следующий год YU и вот эти вот Turo, вот такие все каучи еврейские, у них увеличился в 3-4 раза набор, то есть люди хотят туда идти в огромных числах. Допустим, не знаю, 10 тысяч человек хотело, сейчас 20-30. То есть очень большие числа студентов хотят туда идти в каучи, потому что они чувствуют себя более там хорошо. Brandeis University Talks тоже сейчас имеет огромный такой впуск, люди хотят туда пойти. То есть те места, где чувствуется, sorry, чувствуется, что это, что лучше, и там чувствуется, туда люди идут. Или какие-то вот Southern Universities, люди хотят туда пойти. Но это да, но я не знаю, если это ответ правильный. Мы тогда бежим в еврейские... места, когда когда-то, там, не знаю, много лет назад, десятилетия назад, еврейские люди, евреи в Америке не могли пойти там в больницу простую. Да, они сделали Beth Israel, My Marties и все остальное. Поэтому сейчас есть вот эти все еврейские названия больниц, где мы, которые мы создали эти больницы, потому что у нас никто не принимал другие больницы. Мы создали свои клубы, свои там, все было сделано самим для нас, для себя. И это страшно, это неправильно. Это мы себя сегрегируем, да, это это слово, мы отсоединяем себя, мы себя сами пытаемся поставить вот в эти вот ловушки, которые мы создаем для себя. И это неправильно, это страшно. Тогда все ясно, тогда конец уже, тогда нужно нам уезжать сюда полностью, потому что если они нас не пускают, и мы сами себя говорим, нам там неправильно, мы не можем там быть, там, ну, страшно, тогда не нужно быть здесь, жить. Это конец Америки ибрейской, и все понятно. Хотя мы это знали, это двигалось туда, мы это все говорили уже много лет, просто сейчас уже более актуально, и страшно, и понятно. Просто надо как бы увидеть это своими открытыми глазами, понять. И теперь мы всегда говорим такую фразу. Там, мы сейчас читали Хагаду, да, 4 пятых, 80% еврейского народа не вышло из Египта. Мы потеряли 80% евреев в тот день. Когда мы создали через 3000 лет опять еврейскую РССЛ, опять еврейское государство, одна треть еврейского народа не выжила этого создания, к этому созданию. Не все мы доедем до Израиля. Не все. И у нас только один вопрос с вами, рабы Кацин. Мы по пути в Израиль, мы, я и вы, сколько мы сможем с собой забрать народа? То есть ты считаешь, что в данной ситуации у еврейства Америки как такового в Америке будущего нет, нужно переезжать в Израиль. Правильно я понимаю? 100% нужно переезжать в Израиль. Я это уже знал 5 лет назад. Я просто, мне трудно это сделать, как и всем остальным, логистически. Но я бы очень хотел там жить и зарабатывать, там это все очень трудно. Да. Но у нас нет выхода. Мы все движемся, и Бог с нами, и нам показывает это все уже днями, месяцами, годами и десятилетиями, куда мы должны двигаться. Вот эта вот жизнь сладкая, еврейская, американская, она, увы, заканчивается. И так же, как мы жили когда-то, я всегда говорю, Upper East Side в Александре, Гошен, да, Гошен была Upper East Side в Александре, да. Самое красивое, самое замечательное место, да, где жили евреи. Там была вода, и красота, и парки, и замечательно все было. И вдруг египетяне посмотрели, сказали, что тут евреи в Upper East Side живут, и все очень хорошо живут, что-то нам не нравится так. Мы тоже самое сейчас происходит. Мы живем в Upper East Side, нашего дорогого Манхэттена, и где на нас смотрят, что-то евреи тут уже слишком, уже это с Upper East Side, окей, и вам нужно уже двигаться вперед. И мы говорим, да, ты знаешь, что у нас бороться с этим невозможно, это идеология. Нам нужно все-таки двигаться вперед в Израиль, где нам будет не только комфортабельно и приятно жить, как евреи, но там будет смысленно жить. Там мы будем жить почему-то, для чего-то. Что мы тут делаем? Мы делаем здесь, мы живем здесь, чтобы зарабатывать деньги. Окей, это хорошо. Там мы будем жить, чтобы жить. То есть во имя еврейского будущего, во имя народа, у которого есть миссия нести свет. Но я должен сказать, что ты не просто зарабатываешь деньги, ты строишь будущее еврейского народа и обучаешь еврейству молодых людей, которые приходят в колледж, у тебя 5000 учеников в той или иной форме. Поэтому я хочу пожелать тебе будущего. И, конечно, когда время придет, то мы все будем там. Я имею в виду, возможно, уже не в следующем, а даже в этом году в Иерусалиме. Я тебя обнимаю, Илюшик. Огромное-огромное тебе спасибо. Спасибо вам. И чтобы встречались на радостях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова